Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Наталья Михайлик. Весенняя посевная кампания в столичном регионе Минск традиционно поддерживает соседа в этом большом деле. Несмотря на то, что жизнь в мегаполисе не предусматривает полевых работ, техники у столичных предприятий достаточно. Центральный район направил уже 34 спецмашины и 35 водителей и механизаторов на помощь сельхозпредприятиям Минской области. Об урожайных планах агрария в репортаже Оксаны Семашко. Обычно Ростислав в поле с ранней зари. Мужчина уже 4 сезона подряд на своем служебном 20-тоннике засеивает поля ячменем. Опытный кампанер не сомневается. На этот раз, несмотря на переменчивое настроение небесной канцелярии, побьет все урожайные рекорды. 6 подъем, всем уже надо быть на работе. Техника современная, уже новая. 100% центнеразгектара. Может даже если больше, если получится. Будем стараться. Главное, чтобы погода была хорошая. Сейчас мы сеем Р2. Это питомник размножения второго года. У нас сорта размножаются в данное время. Вот фест мы сеем и добрые. В начале июня с этой почвы будут собирать корма. Столичные аграрии отказались от покупных смесей. Сейчас молочно-товарные фермы производят свое зерно. Молочные реки и столичные берега. За сытную порцию яровых злаков буренки из минских хозяйств щедро благодарят молоком. В день одна корова дает 25 литров молока, а весь скот до 40 тонн. Своих буронок кормим сенаж, силос, комбикорм. Ну и соответственно все микродобавки, которые типа лизунцов применяем. Больше всего на ура сейчас идет сев зернобобовых и пшеницы из элитных семян. Вот-вот и закончат аграрии с посевом ячменя. Кроме того, столичные предприятия помогают в Минской области с техникой и рабочими. Только в Центральном районе направили больше 30 грузовиков, тракторов и бульдозеров. И такое же число водителей и механизаторов. Оксана Симашко, Сергей Капустин, телекомпания СТВ. Вакантий больше, чем желающих трудоустроиться в Первомайском районе. Сегодня 17 организаций готовы были предложить работу трем сотням претендентов. Сменить статус безработного пожелали 260 человек. Наш дежурный по городу узнавал, какие вакансии на ярмарки наиболее востребованы. Убедился в том, что мусорная свалка во дворе может исчезнуть за пару часов. А прокладка велодорожки в Лошадском парке продлится еще несколько месяцев. Работа на любой вкус. В Первомайском районе сегодня прошла ярмарка вакансий. 17 предприятий предложили свои вакансии. От служащих до инженеров и бухгалтеров. Зарплаты от 300 рублей до полутора тысяч. Мы оповещаем жителей района. Наши информационные буклеты, афиши размещены на крупных торговых объектах. Распространяем по доскам объявлений жилищных функционных участков. С уборкой запоздали. Вот такие кучи веток лежали здесь во дворе на улице Гинтовта уже почти целый месяц. Нам позвонили на горячую линию и сообщили о том, что все это время здесь была чуть ли не настоящая свалка. По словам местных жителей, нога дворника сюда не ступала. Мы позвонили в ЖЭС и к нашему приезду проблема решилась сама собой. Тут валялся мусор и довольно крупных там размеров и все прочее. Даже по звонку горячей линии, по 115 я звонила, они все равно не отреагировали. И до сегодняшнего дня, пока я не позвонила на горячую линию СТВ, здесь ничего, нигде не убиралось, ничего. Хоть мусор и ветки после нашего звонка быстро убрали, все же у Ирины Константиновны накопилось много вопросов к местному ЖЭУ. Мы помогли ей устроить очную ставку заместителя по благоустройству Ириной Лазаревой. Потому что в 11 часов этот мусор еще лежал на своем месте. Ну это не наработка получается. У вас это не наработка получается, значит, постоянно. Ну вы знаете, если... Попросила бы вы это на контроль. Я не буду пререкаться с вами, да, я возьму это на контроль, ваш дом и все дома, в принципе, по нашей территории. Пока что здесь, в Лошадском парке, грязно и неухоженно. Здесь идет большое строительство и уже совсем скоро будет новая велодорожка. Она соединит улицу Якубова с улицей Маяковского. Обещают также, что велосипедистам будет на ней просторно. Три метра шириной с асфальтовым покрытием. Но и пешеходам найдется где погулять, так как рядом будет сделан полутораметровый тротуар. На весь объект выделено 1 миллион 800 тысяч рублей. Закончить планируют в сентябре. А дежурили по столице сегодня Григорий Азаренок, Александр Бутрим и Сергей Капустин. Телекомпания СТВ. Семь желаний, один ответ. Музеи Минска объединились в порыве привлечь как можно больше посетителей и объявили бессрочную акцию и единый билет. Организаторы надеются, что это повысит интерес минчан и гостей столицы городским сокровищницам. Наш корреспондент Александра Понасюк узнала, где экспонаты нужно трогать руками и в каком музее можно увидеть скрепку, которая старше знаменитого творения Страдивари на целый век. В этом музее вы не встретите таблички «трогать руками запрещено». Наоборот, любой посетитель может поиграть на таких самозвучащих инструментах, как, например, буби, трещотка или старый белорусский инструмент ляп, при помощи которого хозяйка могла не только удивлять гостей, но и доставать белье из кастрюли. Самозвучащие – это те, для которых не обязательно быть музыкантом. Музей театральной и музыкальной истории в числе тех, кто предоставил их в рамках проекта «Единый билет». Таким образом, посетители получат дополнительную мотивацию пойти в музей в течение двух недель. Ну и, конечно, это экономически выгодно. Этот музей уникален не только инструментами. Самому зданию более двухсот лет. И в народе оно известно как «Дом масонов». А также здесь можно стать зрителем одной из самых красивых батлеек в Белоруссии. А Национальный исторический музей в рамках проекта приоткроет посетителям самые сокровенные тайны славных деятелей, занимавших тот самый трон. Белорусская история – она полная интриг, любовных переживаний, встреч, расставаний. Там есть французская принцесса, которая была королевой наших земель. Поговаривают, что красотой на картине девушка из фамилии Гонзага обязана не природе, а кисти влюбленного мастера. Красота не только полотна, но и звука была в цене у наших предков. Вот эта скрипка Марджини старше самой старой Страдивари на 100 лет. Всего их в мире сохранилось 50. То, что в Белоруссии вообще была такая скрипка, говорит о том, насколько здесь жили состоятельные люди и насколько здесь ценилась эта музыкальная культура. Также за две недели действия единого билета посетитель сможет познакомиться с историей о Белоруссии, который в конце 17 века изобрел многоступенчатую ракету. Увидеть пояс Витовта и узнать, почему деньги в народе называют бабками. Александра Понастёк, Тамер Малак, телекомпания СТВ. Это все столичные подробности на сегодня в студии новостей, которая всегда рядом работала Наталья Михайлик. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»